Сейчас напомню, что речь идет об учете трех литеристских поправок. Поправка, классическая поправка литеристская, и еще ее называют поправкой энергетической энергии, и две квантовых поправки, поправка термина и спиноорбитальных взаимодействий, которые иногда объединяют одним термином спиноорбитальных взаимодействий. В прошлый раз мы с вами рассмотрели более-менее подробно ватт классической поправки и ее расчет, включая дорога. Сейчас я остановлюсь на спиноорбитальном взаимодействии. Спиноорбитальном взаимодействии. Спиноорбитальном взаимодействии мы для электрона, движущиеся в центральном поле записывали в виде АОПР, некая радиальная функция, ну а далее скалярное произведение АНС. Вот такая классическая запись спиноорбитального взаимодействия для отдельного электрона. Здесь АОПР, АОПР у нас это единица на, да, это ZE квадрат, ZE квадрат на 2M квадрат, C квадрат, так, и единица на М в кубе. Вот такого типа функция для атома водорода уже конкретно. Здесь учитывается то, что потенциальная энергия взаимодействия электрона с ВДОМ это минус ZE квадрат и лит на R. Я напомню, что речь идет о ВОПР минус ZE квадрат и лит на R. То есть фактически для расчета спиноорбитального взаимодействия нам что нужно будет? Ну, во-первых, здесь надо обратить внимание, что впервые мы столкнулись со спиновым квадратом. Спин в явном виде присутствует. Поэтому удобнее спиноорбитальное взаимодействие считать в схеме сложения моментов, то есть переходя от L и S к SUM, полный момент закончен движения. Действительно, в этом случае скалярное произведение записывается удивительно просто. Ну, действительно, возьмите, возведите в квадрат левую и правую часть, тогда у вас здесь будет N квадрат, плюс S квадрат, и плюс удвоенные произведения. Ну, здесь можно писать удвоенные произведения, причем? Потому что L и S действуя в разных пространствах коммутируют. Ну, и отсюда скалярное произведение L на S. Можно расписать следующим образом. L на S. Это и есть одна вторая. Ну, а дальше будет, значит... Я переношу L квадрат, S квадрат налево. Ну, все делю пополам. Здесь будет Y квадрат. Все, конечно, в операторах. Ну, я крышечки не пишу для простоты. Минус L квадрат, минус S квадрат. Вот такого типа будет комбинация операторная. Ну, и если учесть, что в схеме сложения моментов, я напомню, что в схеме сложения моментов волновая функция электрона в атоме водорода запишется следующим образом. L, L, S, ну, S одна вторая, Y и M большое равняется сумма по M и μ. Дальше коэффициент векторного сложения моментов или коэффициент крепче Гордана, L, M, S, повторяю, S одна вторая, μ, полный момент и его проекция. Ну, а дальше просто произведение орбитальное на спиновую функцию. Орбитальная часть R, N, радиальная функция от R, цирическая гармоника Y, L, M от T, T, F, от T, T, F, и все это умножить еще на спиновую функцию H, S, μ. Ну, ясно, что S, повторяя, одна вторая. То есть вот мы переходим от описания состояний электронного атома водорода с помощью квантовых чисел N, L, M и μ к описанию с помощью квантовых чисел L, ну, S, повторяя, одна вторая, полный момент его проекция. При этом надо учесть, что полный момент, то есть точнее говоря, квантовых число полного момента, принимает в соответствии с правилом треугольника два значения, L плюс-минус одна вторая. Ну, эти, возможно, значение должны отличаться на единичку от L минус S, минус одна вторая, то L плюс S, L плюс одна вторая. Ну, ясно, что за исключением случая L равно нулю. Если L равно нулю, то ее только одна вторая. И я напомню, что вообще говоря, спин — это минимальный механический момент системы. То есть понятно, что у электрона механический момент меньше спины, меньше одной второй не может быть. Вот такая ситуация. Эти функции, Си, Э, С, Ё, Э, являются собственными для четверки операторов L квадрат, С квадрат, Ё квадрат и ЁС. Эти функции, еще раз повторяю, являются собственными для четверки операторов Вот, я учусь сюда, вот еще вот сюда, да? Для четверки L квадрат, С квадрат, Ё квадрат, И ЙЗ. Вот для этой четверки это собственные функции. С собственными излечениями, соответственно, Н на Н плюс 1, 1 вторая на 1 вторая плюс 1, ну, С на С плюс 1, Й на Й плюс 1 и М. М. Ну, естественно, что этот базис удобен для анализа спинопитального взаимодействия. Почему? Потому что в этом случае мы можем просто, действуя на этом базисе, заменить операторы Й квадрат, Л квадрат и С квадрат фактически собственными значениями. Если мы ищем собственные значения скалярного образования ЛНС, значит, и спинопитального взаимодействия. Ну, а в общем случае это означает, что мы просто можем матрицу оператора ЛНС представить в диагональной форме, где по диагонали будут стоять собственные значения, то есть комбинации собственных значений этих трех операторов. То есть, другими словами, скалярное произведение, я все-таки эту матрицу запишу. Так, эту матрицу я запишу. Как она будет выглядеть у нас. Итак, значит, единственное, что надо сказать, здесь у меня есть еще радиальный оператор, поэтому полная матрица в первом приближении теории измельчения, то есть я фиксирую Н, это означает, что я фиксирую Н. То есть я рассматриваю в качестве нулевого приближения нерелективистский атом водорода, ну а в нерелективистском атоме водорода энергия зависит только от Н. Итак, Н, Л, дальше я в схеме сложения моментов работаю, С, Й, Н, дальше В, С, О, Н тоже самое, ну а в принципе все остальные квантовые числа могут быть другими, Н штрих, ну кроме С, конечно, все равно одна вторая, С, дальше значит, Й штрих, М штрих. Вот такого типа матрица мне нужна, я напомню, что Й собственные числа будут поправками к энергии. Ну и учитывая то, что здесь, видите, волновые функции включают разделение, предполагают разделение радиальных угловых и спиновых переменных, интеграл считается просто, значит будет радиальная часть, эта радиальная часть даст просто среднее А от Р, и так я пишу, равняется, равняется среднее А от Р на НЛ радиальной функции, ну почему здесь Л будет одно и то же, я пишу, видите, среднее, ну легко, убедите, смотрим на правую часть, спинно-рбитальных взаимодействия, это будет оператор диагональный по L, по Й и по M. и так дальше, значит, что мне нужно будет записать, вот эту комбинацию, которая даст мне собственные значения, это будет 1, 2, ну а дальше я заменяю в этой скобочке все операторы на собственные значения, Й на Й плюс 1, дальше минус L на L плюс 1, и минус S на S плюс 1, скобка закрывается, ну а дальше дельта-символы, поскольку этот оператор диагонален в нашем представлении, то дальше дельта-символы, дельта-L, L штрих, ну спинно повторяем, одна вторая, Й, Й штрих, M, M штрих, и так дальше, дельта-L, L штрих, дельта-Й, Й штрих, и дельта-M, M штрих, вот как рассчитывается матричный элемент спинно-рбитальных взаимодействий, матрица диагональная, значит, фактически, то, что здесь написано, без дельта-символов, это как раз поправки к энергии первого приближения, первого извращения, но для того, чтобы их рассчитать, надо вот это среднее знать, ну а поскольку сколько это функция, видите, единица на обслуге содержит, значит, надо знать радиальный интеграл, единица на р кубе среднее, ну вот я беру, ну у себя беру просто, как называется, флаг, 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 еще единица на р кубе средней, но на самом деле, в прошлый раз мы с вами рассматривали, единица на р, средняя, единица на р кубе среднее, сейчас единица на р кубе среднее, эта величина есть во всех книжках про квантовые механики, то есть вот в записи, когда вы открываете просто книжку, и это радиальный интеграл, вытаскиваете, я могу здесь теперь это стереть, и запишу радиальный интеграл соответствующий, и так, единица на р в кубе среднее, значит, равняется, вот здесь довольно большое выражение будет, так, Z в кубе, Z в кубе делить на N в кубе, L плюс единица, L плюс 1 вторая, дальше L, ну и, если вы работаете в атомных единицах, все, этого достаточно, это безразмерная величина, но если вы в обычных единицах, ну а здесь, я предполагаю, обычно единицы, еще единица на 0 в кубе, единица на 0 в кубе, а 0 в боровской радиусе кубе, ну обычно эти величины приводят в атомных единицах, когда здесь вместо R бюджетро, R это R в атомных единицах, ну и тогда здесь единица на 0 в кубе не надо, То есть вот на самом деле эта формула вместе с выражением для радиального среднего дает нам возможность все посчитать. Кстати, обратим внимание на то, что спиноорбитальное взаимодействие при равном нулю, то есть для S состояния отсутствует, ну орбитальный момент равен нулю, спиноорбитальное взаимодействие отсутствует. Но с другой стороны, интересно вот что, вот обратите внимание, это радиальное среднее при стремящемся к нулю, ну как-то странно себя ведет, видите, тут вот винички, тут к одной, второй, а здесь оп, при стремящемся к нулю, это личина ведет себя, это расходится вообще говоря, так? Но с другой стороны и числитель тоже расходится, вернее в 2,9, что же расходится, числитель не равен, чтобы расходиться, если в излиминателье 0, числитель тоже не равен. Давайте мы вот что с вами рассмотрим, рассмотрим предел при стремящемся к нулю от спиноорбитального взаимодействия, хотя повторяю, что вообще-то говоря, спиноорбитальное взаимодействие при этом равно нулю, нулю равно. а тем не менее формально можно рассмотреть этот предел хотя только формально причем потому что это у нас ведь и стремится просто равно нулю ну так вот давайте этот предел рассмотрим при этом оказывается что числитель стремится нулю ну и знаменатель тоже стремится нулю интересно что предел формальный при стремящемся нулю отличие от нуля отличие от нуля и формально совпадает с вкладом поправки дарвина поправку дарвина трогать не буду но я вас запишу такой формальный предел ими вот эту поправку то есть фактически диагональный матричный элемент я обозначил дельта е с о ну а на самом деле она отель зависит так так вот если я возьму предел при стремящемся к нулю я получил в точности вклад поправки дарвина я напомню что поправка дарвина она только для с состояния отличную от нуля только для состояния и так это будет дельта е ну здесь я напишу контактные контакты вот это обстоятельство как раз и дает повод для того чтобы назвать поправку дарвина спиннер ментальным взаимодействием для с состояние для состояния ну а сейчас я просто буду объединять все три поправки три поправки воедино я не буду на счет 7 все их выписывать анализировать там и так далее просто ответ запишу ответ и так полная теперь поправка то есть учет всех трех вкладов выражение для поправки энергии электронов атома водорода и так дельта е равное дельта е1 плюс дельта е спинн орбитальные плюс дельта е контактные почему достаточно подробно это рассмотрели но умение подробности на питание возьмите совсем не говорили о контактной поправки но вот я ограничусь вопрос ее связью с ним пределом время и стремящимся к нулю и вот ответ самом деле эта формула была получена зомерфельдом как ни странно в шестнадцатом году еще до всякой квантовой механики и уж по крайней мере то критерийской квантовой механики . это формула носит название формулы тонкой структуры иногда и называют формулой зомерфельда значит вот она минус альфа квадрат z 4 2n в кубе и скобочка открывается скобочка открывается единица на йод плюс 1 2 минус 3d 4n 3d 4n вот это знаменитая формула тонкой структуры в атоме водорода или формула зомерфельда здесь альфа постоянные тонкой структуры ну за 4 понятно н главный квантовый число но все структуры пойдет квантовый число полного момента количества движения на что я здесь хотел обратить внимание во первых если говорить о только о релективистой классической поправки то она получается точности такой же замена йод здесь на и то есть вот если вместо йод подставить и мы получим в точности дэйта е1 и собственно зомерфельд в шестнадцатом году получил эту формулу с учетом только одной классической мотивистской поправки ведь у формула тем не менее меняется слабо но для того чтобы согласовать эту формулу с экспериментом зомерфельду в шестнадцатом году пришлось ввести как он назвал дополнительные квантовые число йод он его обозначил вот видите по зомерфельду след за зомерфельдом и называем это квантовый число йод и зомерфельд предположил что это квантовое число новые дополнительные квантовые число связано с и соотношением пель плюс-минус одна вторая то есть что-то означает означает что в шестнадцатом году ведь зомерфельд фактически предвосхитил открытость радуи спина и полный момент и собственно вот эту формулу которая строков говоря получается в рамках только дирековской литвистой механики ирок это в двадцать восемь году уравнение свое ввел физику вот это удивительно довольно результат и кстати тоже интересно что учет двух поправок чисто квантовый привел всего лишь заведет здесь одного числа на другое поправка конечно маленькие маленькие почему ну давайте посмотрим скажем оценим эту поправку для основного стояния трону в атоме водорода члены беру рамки единички кстати обратить внимание что с ростом n поправка падает поэтому при н равном единичка это скорее всего максимальное значение поправки риски и так н беру единичка считаем поправку и так дельта е для равного 1 при этом у вас орбитальный момент 0 так ну спина 2 полный момент тоже 1 2 z ну для атома водорода видите здесь формула конечно предполагает не просто атом водорода там за единичка а водородоподобный атом то есть фактически предполагает что речь идет об электроне который движется колонском поле зарядом точным зарядом сет причем здесь для того народа единичку полагаем альфа поставят только структуры здесь 1 2 здесь будет единица минус альфа квадрат на 8 минус альфа квадрат на 8 давайте считаем альфа одна сто тридцать седьмая то есть это величина лучше будет так ну да все равно приближенно минус 1 сто тридцать седьмая в квадрате на 8 у это все очень приближенно но одна сто тридцать седьмая в квадрате примерно до 20000 здесь еще восьмерка будет одна 160 лично но если бы было это бы одна 100000 10 минус 5 да тут еще половинка ну то есть это примерно начну 5 с минусом минус 0 5 на 10 минус 5 атомных единиц атомных единиц 10 минус 5 атомных единиц когда помню что энергия нелитивистская энергия основного состояния во время водорода чему она равна нелитивистская энергия то есть вот эпсилон н форму я напомню минус z квадрат на 2 n квадрат тоже в атомных единиц ну иначе для n равного единица z единичка это будет эпсилон один минус 1 2 атомных единиц у вас есть здесь минус 5 тоже 1 2 на 10 минус 5 то есть это на 5 порядков меньшая величина действительно малый эффект ну а с ростом n эффект еще падает больше падает ну вот некий давать общее свойство этой поправки коллективистки посмотрим ну во-первых мы видим что первое самое мы видим что с учетом элитивистских эффектов значит эпсилон н переходит это первое свойство в эпсилон н ё то есть у вас энерги начинает зависеть от полного от вас ушла полного момента еще кроме главного числа это раз второе поправка всегда отрицательны поправка всегда отрицательны ну правда здесь вот здесь как бездак минус на это указывает но он правда еще вот эта скобочка есть который может быть неизвестно какая ну дайте проверить значит оценки покажем что вот эта скобочка всегда положительно для этого надо сравнить два слагаемых сравниваем йод йод ну где там чтобы здесь получить нам отрицательный как бы результат скобки надо взять минимальные значения этой дроби надо взять максимальное значение j, максимальное значение j. Ну максимальное значение j чему равно? Ну j есть минус 1 вторая, чтобы максимальное значение era плюс 1 вторая взять. А l взять максимальному. Ну а l меняется у нас от 0, 1, 2 до n-1. Итак, максимальное значение j при фиксированном n равняется, ну смотрим, n минус 1 это максимальное значение и и плюс 1 2 равняется n минус 1 2 и так здесь j плюс 1 здесь минимальное значение вот этого первого слагаем будет единица на n минимальный единица на это во всех остальных случаев больше ну а здесь минус три четверти тоже на это ясно что эта разница всегда положительная тоже 1 слагаемых даже будучи минимальным больше чем второй то есть поправка всегда отрицательно дельта е и йога так я напишу меньше нуля наконец третье свойство это то что она пропорционально ну так грубо конечно единицы нет в кубе вот этот фактор обратить внимание здесь этот фактор то есть с ростом н поправка падает ну и наконец четвертое нервы здесь не входит я самому скажу зависимость от cc 4 это 4 очень сильная зависимость от ну а от зависит так сказать силы пулоновского потенциала то есть чем больше цвет тем больше поправки мы действительно смотрите достаточно z от единички в атоме водородов перейти в десятки скажем так это не надо сильно далеко в таблице менделеева уходить и вы уже получите четыре порядка здесь четыре порядка ну то есть у вас уже будут сравним и вообще говоря в этом случае сравним и не лети искали и вклады ну а если зад равно там вы не дай бог что скажем ну кстати можно прикинуть при какие значения при каких значениях вот это поправка будет уже больше чем больше чем не не релективистская энергия давайте посмотрим основной фактор зависимости от z здесь z квадрат но здесь от 4 защищусь я буду отношения смотреть так то она будет управляться не за 4 квадрат величину из от квадрат альфа квадрат здесь есть но понятно что как только у вас смотрим как только у вас альфа назад альфа назад будет порядка единички если альфа назад будет парят единички то понятно что у вас это не это релективистская поправка будь согнилась не рактивистками ну чё ты за чай ну для нас формально позволяет кракс теории возмущений Мы же с вами рассматривали вот этот литивистский эффект с помощью теории возмещения первого приближения. То есть формально это будет означать крак теорию возмещения. Это означает, что нужно будет каким-то другим способом нам считать, учитывать литивистские эффекты. Ну а с другой стороны, формально это означает следующее, что для Z порядка 137 у вас литивистские эффекты точно будут уже, даже, можно сказать, преобладать над нелитивистскими. Z 137. Ну Z 137 это очень много, конечно, потому что таблицы Менделеева, но если говорить по порядковым номерам, ну то есть по заряду ведра, это где-то там за горизонтом таблицы Менделеева, но тем не менее, это о чем говорит? Это говорит о том, что у вас с ростом заряда ядра, кроме кулоновской неустойчивости ядра, ну там протоны заряженные, так, они расталкиваются с силой ядерные, склеивают ядро, а кулоновские электромагнитные взаимодействия, еще и там протоны расталкивают, то есть появляется некая кулоновская неустойчивость, но будет добавлять еще литивистская неустойчивость. кулоновская неустойчивость. То есть фактически это будет означать, что при Z, ну скорее всего, порядка сотни и более ядра будут неустойчивы. Ну собственно так и на практике есть. У вас ядра с порядком номером Z сотня, это как правило краткоживущие ядра. Ну и наконец, что еще надо добавить? Что мы называем собственно тонкой структурой? Тонкой структурой. Значит формально по тонкой структуре понимают систему уровней при фиксированном N. Так и говорят, тонкая структура уровня с определенным N. Это система уровней, ну а мы видим, что энергия у нас начинает зависеть от Y. Значит компоненты тонкой структуры будут отличаться значением Y. Давайте посмотрим, сколько будет различных уровней при фиксированном N. Для этого надо посчитать число возможных значений Y. Число возможных значений Y. Значит я напомню, что Y плюс минус одна вторая. Число возможных значений Y. Ну легко догадаться, значит вот число возможных значений L при фиксированном N, оно равно N просто, потому что N меняется 0, 1, 2, то N минус 1. Число возможных значений Y. Ну Y меняется вот, теперь плюс минус одна вторая. Значит минимальное значение это, ну если L равно 0, одна вторая. А максимальное значение это будет, мы об этом уже говорили, N минус одна вторая. То есть в результате тоже N значение. Итак, число возможных значений Y при фиксированном N равно N. Поэтому число компонент тонкой структуры при фиксированном N равно N. Итак, N равно 1, ну один уровень тонкой структуры всего. Мы как раз вот эту энергию, видите, оценили. Поправку энергии. Дальше N равно 2, 2 уровня тонкой структуры. N равно 3, 3 уровня тонкой структуры. N равно 1 миллион, миллион уровней тонкой структуры. Ну вот давайте рассмотрим, я картиночку начну рисовать, тонкой структуры уровней с различными N ватами водорода. Ну вот, масштаб я немножко изменю, потому что, видите, эффекты порядка 10 минус 5, мне на доске нарисовать сложно, поэтому я немножко в немасштабный рисунок сделаю. Итак, основное состояние, N равняется 1. Следующее, N равняется 2. N равняется 2. Ну, собственно, я дальше не пойду. Вот давайте рассмотрим тонкую структуру уровней N единичка и N двойка всего лишь. Итак, как всегда, мы договорились с вами в рамках теории возмущений рисовать картинку так. Нулевое приближение плюс картинка, соответственно, включение возмущения. Итак, вот я здесь включаю веки-вистские эффекты. Веки-вистские эффекты. Что у меня получается? Для N равновой единице мы только что нашли поправку. Все поправки отрицательны. Вот она. Повторяю, я, конечно, масштаб. Ну, здесь видите, вот это расстояние, это примерно, ну, грубо говоря, можно и точно, ну ладно, примерно пол, это 10 электроновольт, это 1 треть примерно атомной единицы, 1 треть атомной единицы, а здесь 10 минус 5 атомной единицы. Ну, так, понимаете. Ну, уровень атомной единицы вот тонкой структуры. И й чему здесь равно? Й равняется 1 вторая, естественно, ну, в спину просто равно. Кстати, с учетом ритмических эффектов, компоненты тонкой структуры обозначаются следующим образом. Значит, либо указывается пара чисел nj, либо, сейчас мы увидим, либо идут дальше, указывают, кроме j, еще и l. Хотя, обратите внимание, формально от l, поправка релективистская, не зависит. Это, кстати, очень интересный факт. Дело в том, что прификсированных j, l может принимать, вообще говоря, два значения. Два значения. И, тем не менее, видите, энергия от l не зависит, только от l зависит. В общем случае, часто указывают еще и l. Ну, тогда обычно пишут немножко по-другому. Вот пример. Пример того, как мы компонент тонкой структуры обозначим, скажем, 3d, то есть указывают n, l, ну, а дальше j внизу пишут, так, ну, легко догадаться, если l двойка, значит, j какие значения может принять? 2 плюс 1, 2, 2 минус 1, 2. Ну, 2 минус 1, 2, я ведь столкнулся с тем, что, кстати, и сам уже задумался, складывай силы с полицерва сложно очень. Каких только результатов не получает при этом. 2 минус 1, 2, 3, 2, 2 плюс 1, 2, 5, 2. Вот не 2 и 1, 2, не 2,5. Вот. Поэтому один из уровней 3d, 3, 2, ну, скажем, еще может быть, 3d, 5, 2. Ясно, что вот эти два уровня, они будут иметь разную энергию. Потому что у них j отличается при фиксированном n. Итак, n равное 2. Давайте аккуратненько смотрим. n равняется 2. n. Два значения, понимаете? 0 и 1. 0 и 1. 0 и 1. Идем. Какие значения подбегают? 1, 2 и 3, 2. Два возможных значения. Но. Но. Среди уровней с n равным 2 и различными a у вас возможны две ситуации соответствующие одному и тому же значению y. Давайте эти состояния все обозначим вот в соответствии с такими типа обозначениями. n двойка, 2s, это равно 0, полный момент, 1, 2, 2s, 1, 2, так? Дальше 2p, ну, орбитальный момент единица, значит, полный момент, может быть либо единица минус 1 вторая, то есть 1 вторая, либо единица плюс 1 вторая, 3 вторая, 2p, 1 вторая, ну и 2p, 3 вторая, возможно, еще. Обратите внимание, что вот эти два состояния, ну, лучше назвать два уровня, имеют одну и ту же энергию. Почему? У них n совпадает и j совпадает. И согласно формуле Зоберфельда мы получаем одну и ту же энергию. Ну, естественно, эта, энергия этих двух уровней будет отличаться от энергии уровня 2p, 3 вторым. Ну, кстати, давайте посмотрим, а как от йода у нас будет зависимость при большем йод, меньше энергии или наоборот. Ну, легко догадаться, что уровни с меньшим йод, поскольку для них первое слагаемое здесь больше, будут соответствовать меньше энергии. Здесь же минус стоит. Поэтому ниже по энергии будут уровни, с меньшими йод. Вышивая энергия уровень с большими йод. Итак, как будет выглядеть эта картинка? Рисую. Смотрим. Вначале уровень с йод равным 1,2. 1,2. Значит, единица минус 3. Здесь n двойка у меня. Минус 3,8. Единица минус 3,8. 5,8 здесь. Здесь n в кубе 8, 2, 16, а там 5,8. 16,8. 128. 128. 5,128. Ну, с этими по-прежнему единичка. Ну, я буду пениться альфа-квадратно написать. Ну, вот так условно, 5,128 здесь изображен. Повторяю, масштаб, я не соблюдаю. Вот, между уровнями, но в пределах уровня, то есть, когда я рисую конкретную тонкую структуру для уровня с определенным уровнем, я вам что-то буду соблюдать. Итак, вот это вот у меня литвистский, литвистский эффект, литвистская поправка для йод равна 1,2. Это 5,128. 5 альфа-квадратно на 128. Это максимальная поправка. Отрицательная. Идем дальше. Йод равняется 3,2 теперь. вариант. 3,2 плюс 1,2 двойка, 1,2 минус 3,8 1,8. Ну, ясно, что есть 5, а то 1. Значит, будет альфа-квадратно 128. То есть, если здесь пятерочка, то здесь 1,5 от этого сдвига. Вот так вот. То есть, вот это вот, этот сдвиг это альфа-квадратно 128. Альфа-квадратно 128. Ну и, наконец, мы можем, да, давайте я здесь еще номенклатуру уровня все-таки представлю. Итак, значит, мы получаем на самом деле два квартета. Почему? Ну, скажем, верхний уровень 2p 3 вторых, y равняется 3 вторых, проекция m квартовых числов. Какие значения принимают? Вот, минус 3 вторых до плюс 3 вторых, 4 значения. Так? Значит, это квартет. Вот здесь нарисуем квартет. Дальше, эти два дублета, два дублета вместе, тоже квартет. То есть, фактически мы получаем, видите, 8, 8 состояний, 8 состояний, но действительно, при n равном 2, я напомню вам, кратность вырождения, 2n квадрат, то есть, 8 как раз. Вот эти 8 состояний мы и получили, естественно, не потеряли, не привели ничего. Значит, нижнее, это 2s, 1 вторая, 2p, 1 вторая, а верхний уровень 2p, 3 вторых. Вот это вот расстояние между ними, это расстояние, ну, легко посчитать, 4 128 это альфа квадрат на 32. Альфа квадрат на 32. Эту величину на самом деле можно прямо, вот видите, посчитать, поставив сюда значение арфа, посчитать и сравнить с экспериментом можно. Так вот. Итак, вот это мы получили то, что называется тонкая структура уровня сентр равной 2. Два уровня 3 компоненты сверхтолкой структуры. Вы говорите, тонкой структуры не сверхтолкой структуры. Ну, дальше, если я буду рассматривать я на внутреннюю 3 компоненты тонкой структуры и так далее, и так далее. Причем, вот это вот расщепление из двигия будут все время падать, 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 падать. Мечачек. Это расщепление можно измерить экспериментально. Это было сделано довольно давно. Согласно Дирковской теории, если оценить величину альфа квадрата на 32, ну, в атомных единицах это очень мало, очень маленькая величина. Поэтому лучше использовать величины, скажем, ну, какие-нибудь большие, например, мегагерц или гигагерцы. Так вот, в мегагерцах это расщепление, вот это расщепление, в гигагерцах, ну, я прямо здесь напишу, это 10 тысяч 950, по-моему. Да нет, 10 тысяч, да, 950 правильно, я прямо сказал. 10 тысяч 950, а, нет, не прав, я вот так вот, и 10 тысяч, 1095 мегагерц. 1095 мегагерц. То есть, если взять, посчитать и перевести это в частотную единицу, ну, для того, что нужно сделать? Альфа квадрат на 32 перевести в обычные, скажем, там, Джоули, Р, и поделить на H, на H, постоянно кларкой. Вот. Это величина, ну, сказать, большая ремень, как пример, 1 гигагерц. 1 гигагерц с хорошей точностью. Ну, и на самом деле, на эксперименте это вообще-то проверено, да, с высокой точностью, расстояние между уровнями 2П-3 вторых и 2П-1 вторая соответствует предсказаниям гироковской теории. Ну, вот, оказывается, что на эксперименте обнаружено, обнаружен сдвиг уровня 2С-1 вторая относительно уровня 2П-1 вторая. Сдвиг обнаружен. Причем, этот сдвиг составляет примерно, с хорошей точностью, 10% полного расщепления. То есть, на практике, вот я в большем масштабе нарисую картинку, так выглядит. 2П-3 вторых, 2П-1 вторая. Вот это вот расстояние полно, находится в полном соответствии с предсказанием гироковской теории. Но, уровень 2С-1 вторая, 2С-1 вторая, сдвинут относительно уровня 2П-1 вторая на величину порядка 10% полного расщепления. Вот этот сдвиг, он был обнаружен Лэмбом и Ризерфордом. Лэмбом и Ризерфордом в 47-м году. Ну, я думаю, что можно понять, каким образом, каким образом его обнаружили в 47-м, сабота о многом говорить. После войны, сразу же после войны. Ну, то есть, военные, как бы, проблемы, это 47-й год, как бы, военные проблемы отошли на второй план. И техника, радиочастотная техника, высокочастотная техника, искачение пазу, искачение техника, которая за время войны, вообще говоря, достигнула очень высокого, развития очень высокого уровня. Ну, это, прежде всего, проблема радара. Ну, и эта техника была направлена на мирные цели, была использована для исследований фундаментальных. И вот, в 47-м году, Лэмбом и Ризерфорд, я все-таки вам неправильно, вначале было вот здесь правильно, сказал, 10950 МГц, ну, нужно добавьте. Ну, добавьте. А вот это расщепление, и вот давайте его точнее напишу, это 1058, мегагерц. То есть, это порядка гигагерц, это 10 гигагерц. Кстати, если переводить, скажем, единички, типа, обратных сантиметров, очень популярная леница измерения, обратный сантиметр, то вот это полное расщепление, увеличено порядка всего 3 десятых обратного сантиметра. Ну, если градусы Кельмена, это примерно полградуса Кельмена. Вот это вот расщепление, полградуса Кельмена. Итак, Лэмбовский сдвиг. Между прочим, попытки объяснения, теоретическое объяснение Лэмбовского сдвига привели в послевоенные годы к мощному прогрессу в развитии квантовой электродинамики, вообще квантовой теории Кольмена. Лэмбовский сдвиг был объяснен как следствие взаимодействия с вакуумными состояниями. То есть, оказалось, что с вакуумным состоянием, с вакуумом взаимодействует S-состояние. с электромагнитным вакуумом взаимодействует S-состояние. Вот. И в результате энергия S-состояние повышается за счет этого взаимодействия. И вот этот Лэмбовский сдвиг, термин такой появился, Лэмбовский сдвиг. Я думаю, что Резерв Фортнер обиделся. Это, ну, с другой стороны, Лэмб Шифт хороший как короткий такой, звучит очень, тем более такая вот аббревиатура. Лэмбовский сдвиг. Значит, объяснением Лэмбовского сдвига мы обязаны в основном БТН. БТН немецкому физику. Еще раз повторяю, что объяснение Ладонского сдвига дал мощный толчок на развитию квадровой электродинамики. Ну, мы вдаваться в детали не будем. Ну и, наконец, я закончу раздел Дерговской теории. Немножко вернувшись назад и представим себе общую картину спектра Дерговской частицы, общую картину спектра. Помните, я вам говорил о том, что именно Дирек своим уравнением и литвистской квантовой механикой дал толчок многим новым представлениям в квантовой механике, в частности, понятие частиц, альфи частиц. Еще квантовой теории поля можно сказать зародилась как раз после Дирека. Давайте я нарисую спектр Дирековской частицы. Общественная противная энергия идет. Дальше напишу вверху общее выражение для энергии Дирековской частицы плюс-минус корень квадратный М квадрат С в четвертой плюс П квадрат С квадрат это без учета полей. Без учета полей. И вот этот спектр нарисую. Итак, 0 здесь у меня будет больше, чем энергии. Мы видим, что энергия Эпсилон для положительно определенных решений не может быть меньше, чем МС квадрат. А для отрицательно определенных решений она не может быть больше минус МС квадрат. А значит, мы можем сказать так, что вот в этой области, то есть от между плюс МС квадрат и минус МС квадрат вообще говоря, решений для Дирековской частицы не существует. все реальные состояния Дирековской частицы находятся за пределами вот этой области, этой щели шириной 2 МС квадрата. 2 МС квадрата. Это запрещенное щель, запрещенное состояние. А все реальные состояния находятся за пределами этой области. Ну вот с положительными определенными решениями, с которыми мы всегда по умолчанию работаем, как бы все понятно, а вот как быть с отрицательными определенными решениями? Именно Дирек предположил, что реально существует такой специфическое состояние, которое получило название вакуумное состояние, в котором все состояния с отрицательно определенной энергией заполнены, заполнены, а все состояния с положительной определенной энергией пусты. В этом случае для того, чтобы появилась реально наблюдаемая частица, некое возбуждение такого вакуумного состояния, именно возбуждение над вакуумным состоянием. Как это можно сделать? Как можно породить частицу, которая будет иметь положительную определенную энергию? Понятно, что в этих условиях, которые говорит Дирек, необходимо затратить энергию как минимум 2мс квадрат, чтобы перевести как бы заполненное состояние с отрицательной определенной энергией в заполненное состояние с положительной определенной энергией. Тогда у нас среди отрицательной определенной состоянии появится дырка. Причем эта дырка как ни странно будет обладать многими свойствами частицы. Во-первых, заряд, если я буду в целом систему электронейтральна, заряды реально частицы будем говорить и дырки или античастицы они противоположными должны быть одинаковыми, но противоположными по величине. Дальше, если говорить о том, что у нас работает закон сохранения момента количества движения, то тогда спин частицы и дырки античастицы одинаковым должен быть. в этом случае мы можем закон сохранения момента количества движений выполнить. Почему? Потому что складывая моменты только одинаковые моменты двух частиц мы можем получить момент ноль, который соответствует исходному состоянию. Значит, спины одинаковые, дальше заряды противоположные, ну и наконец массы. Давайте посмотрим. Поскольку мы на рождении этой пары будем говорить прямо частица и античастица, затрачиваем энергию как минимум 2mc2, то мы можем эту энергию 2mc2 поделить между частицей и античастицей, считая, что энергия попоя, то есть минимальная энергия частицы mc2 и минимальная энергия античастицы тоже mc2, то есть у них масса одинаковая. Масса одинаковая. Таким образом мы можем объяснить существование нашего мира в присутствии на самом деле некого антимера, связанного со состоянием, которым соответствует отрицательно определенное решение директорского уравнения. Знаете, я помню еще в каком-то таком, в школе, наверное, журнал, раньше был журнал наукой жизни, знания, сила, техника, молодежи, ну еще какие-то, я не знаю, сейчас они существуют или они, в каком какие-то существуют? Наука и жизнь существует. Наука и жизнь существует. Наука уже не существует. Жизнь теплица, наука и есть. существует. Да, это журнал видимо, все-таки действительно выходят. Ну, раньше это был журнал наукой жизни, это журнал вот такой для, ну, как интеллигенции, ну, все так, ну, не правда же известие читать. Ну, читали наука и жизнь, а знания силы, как интеллигенция, не очень сильно читала. Техника молодежи, она прорывала такого технического действительно, ну, какие там, самоделки и так далее. А вот знания силы иногда отличалась каким-то таким вот, вот, знаете, сейчас вот, приближается конец света, так, как мне кажется, конец света давно наступил уже, ну, конец света он в нас, знаете, как в христианстве, в православии, да, бог он внутри, так, как и конец света, он внутри, он уже давно произошел, мне кажется. Так вот, перед концем света нас кругом, ну, народ, то в магазины, там, за солью, там, где-то за спичками даже, потому что, для нас, для россиян, конец света, это, например, ну, война завтра начнется, все, нет света, практически, да, все, света точно не будет, да, поэтому с венечками запасается, спичками, так, мыло, вот, и вот это, менталитет, он, в нашем народе, вообще жив, хотя, казалось бы, сейчас вот, людей, которые прошли войну, но их очень мало, ну, где-то, где-то на генном уровне, это ожидание конца света, оно вот, перешло там, этим, ну, и так далее, поэтому, внуки, они войны не видели, но, они света тоже ждут, вот, он у них по разному, выглядеть, конечно, последствия, что было раньше, так вот, знание силы, если вы почитаете, там очень много, стати, вот, такого, примера, содержатель, какие-то были идеи, совершенно иногда такие, полу, мракобесные, вот, ну, иногда какие-то забавные были, я помню, какой-то журнал смотрел, там, интересно было представление о мире, вот, мы, например, как-то себя ощущаем, что мы, есть, а кругом, как бы, ничего, да, мы находим, он чего, вот, так там, автор, вот, он, видимо, каких-то элементов интересной теории проходил, ну, где-то видел, он говорит, нет, на самом деле неправильно, все заполнено, а мы пустота, вот в этом мире, пустое место, ну, пустое, в смысле, не, не в таком, а в физическом, как бы, им интересно, что, в чем-то он прав, на самом-то деле, да, то есть, вот, вакуумное состояние, это ведь не, 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 ничего, как бы, да, ведь вот, по диругу в вакуумном состоянии, эти все вот, станет, в вакууме все состояние с отрицательной премьерной энергии заполнены, то есть, там все забито вообще, и в антимире, то есть, этот автор из, из-за урала знания силы был прав, почему же в антимире, как раз, дырка, дырка, работает как частица у нас, это же название, в антимире, там, как бы, пустые места, вот, и представьте себе, когда мир и антимир встречаются, это же такое попало, а конец света, вообще все, ни того, ни другого нет, и мы возвращаемся к вакуумному состоянию, все пусто, тихо как на кладбище, я вам разговаривал, квантовый вакуум, это не кладбище, помните, вот, вакуумное состояние осциллятора, другие требования, вот, и они же не устранимы, все же, в соотношении определенности, управляя порядком, но вот этот, квантовый вакуум, еще нет, там все уже, все же, как в фильмах, там, типа, пятницы, тринадцатого, на кладбище приходите, да, там, на самом деле, все, вот так подумайте, где-нибудь, фичер, помните, как я, михайловского кладбища, вот, ангелы, понимания, и так, для этого мы закончим, с дироговской теорией, идем дальше, наш, собственно, завершающий раздел, элементы квантовой теории, систем многих частиц, элементы квантовой теории, систем многих частиц, вот, собственно, у нас остался декабрь, и как раз, на декабрь у нас, одна тема, элементы квантовой теории, систем многих частиц, ну, во-первых, давайте, немножко поговорим, о принципиальном отличии, систем многих частиц, классики, и в квантовой механике. В квантовой механике отсутствует понятие траектории, следствием этого является то, что называют принципом дождественности частиц в квантовой механике, как и странно. Ну, естественно, когда мы говорим о теории систем многих частиц, мы подразумеваем систему многих одинаковых частиц, это очень важно, но в квантовой механике отдельно говорят о дождественности одинаковые частицы почему и что понимаешь вот эти мы действительно в силу того что нет понятия траектории для отдельной частицы мы не можем проследить за движением отдельной частицы пишут означает вот представьте себе вы взяли определенный момент времени д равны нулево значили не важно 10 первых начале моменты вы взяли все частицы ну покрасили скажем красный там белый черный или пронумеровали 1 2 3 4 5 все частицы положено в классе через 10 минут через 20 минут и тогда вы зная траекторию каждой частицы и имеет принципиальную принципиальную возможность слежения за каждым вы четко можете сказать поймав какую-то частицу учет к мужской да эта частица была начале момент времени частицы там скажем красный белый или там номер один кванту механики вы же этого не можете сказать в кванту механики через некоторый момент времени вы поймали частицу и что можете про нее сказать да с определенной вероятностью эта частица была частицы номер один определенной вероятностью она может быть частица номера два номера три и так далее с определенной вероятностью почему потому что в квантовой механике вероятность работать на уровне отдельной частицы в квадре в классике в системе многие частицы работы тоже статистической то есть вероятности законы работать но это как бы законы которые описывают систему одинаковых классических частиц в а то же механики у вас вероятность работает на уровне отдельной частицы вот это вносит свои принципиальные особенности поведения систем одинаковые частиц квантовой механики давайте посмотрим к чему приводит вот этот принцип тождественности частиц квантовой механики принцип тождественности и так я начну с того что запишу гамильтониан системы многих частиц и так как выглядит гамильтониан система многих частиц ну во-первых для каждой частицы выводим кинетическую энергию также когда отдельные частицы просто в сумму все кинетических энергии пишем дальше дальше пишем сумму всех потенциальных энергий ну без мы представляем что система многих одинаковых частиц заводится в каком-то поле вот каком-то поле мы говорим о некой еще аддитивной тоже части энергии части гамильтаниана значит это потенциальная энергия взаимодействия числе с неким полем и так я обозначил эту часть h0 это будет аддитивная часть аддитивная часть гамильтаниана ниже распишу что это такое и плюс плюс его действия между частицами вот это самая страшная часть гамильтаниана потому что если бы не было взаимодействия между частицами так то движение карты частицы было бы не скоррелировано с другими вообще-то говоря мы могли бы работать в рамках теории как одночастичной теории и так это я обозначу в взаимодействие или просто верить пока напишу ну или давайте нет все таки у нас у нас буква его очень многое обозначено так вот что-то прошлое h0 это сумма по всем частицам по единице до n у меня большое число частиц будет ну а дальше минус h2 на 2m оператор лапласа по координатам этой частицы это кинетическая энергия этой частицы плюс v ну давайте я запишу обычный обычные координатные пространства v от r и t это потенциальная энергия взаимодействия этой частицы с полем то есть это аддитивная часть оператора гамильтона ну а вы взаимодействие как его можно записать сумма о здесь видите две частицы номера скажем и и и и взаимодействие вот чтобы не учитывать дважды взаимодействие этих двух частиц обычно пишут суммирование следующим образом и больше йод и либо и меньше йод ну ясно что и не равно йод таким образом мы автоматически не будем учитывать дважды взаимодействие одинаковые частицы ну а дальше начну в от r и т.д. то есть это такая парная часть парные взаимодействия сюда включать хотя на самом деле конечно могут быть взаимодействие и не парные там тройные четверные в принципе и так далее ну не догадаться что все-таки парные взаимодействия основными является все-таки опираемся на некую базу школьную базу где скажем что у нас там фигурирует кулонская взаимодействие квадратно и самая простая форма конечно взаимодействие так полоска взаимодействие часто для электронных систем обозначает так в егей кстати поскольку буква е очень похожи на букву эль многие как бы пишут там не разбирается поэтому иногда в литературе особенно в книжках вместо в егей вы встретите в чем это связано просто вот там автор очень как-то так это особенно старых не как-то так неудачно е изобразил стало похоже на виду она больше взял и написал на самом деле большой ошибки нет почему вы или означает взаимодействие орбитальный орбитальный зачитать ну то есть взаимодействие связанное с орбитальным движением с пространственным значит движение ну то есть как ты что-то в этом есть и так бы не и сумма и больше ее е квадрат на тел и идет вы можете записать r и по модулю минус и объем модуль таким образом скажем но здесь видно что это взаимодействие все-таки это специфический такой случай взаимодействия она зависит от только расстояние между частицами ну и во вторых это взаимодействие дальнодействующие вот для систем новых частиц это очень важно коробка действующие или дальнодействующие взаимодействия Понятно, что физическое поведение, физика частиц, или, точнее, системы частиц, с краткодействующими силами и дальнодействующими силами, она, вообще говоря, довольно сильно может различаться. Ну, в каком-то смысле понятно, что краткодействующее взаимодействие учитывать проще. Для меня сейчас главным является следующее обстоятельство. Дело в том, что вот этот гаммитаниан H, он не меняется при перестановке любых двух частиц. Вот это очень важно. Я веду оператор перестановки частиц и ее, обозначу P и ее, оператор перестановки частиц. Ну, как он действует, этот оператор? Представьте себе, у вас функция есть, вот, координат там, M частиц. Я выделяю, выделяю и ту, и ту, и ту частицу, и Y. Вот я не пишу здесь R и или R и Y. Почему? А дело в том, что координаты-то у частицы может быть еще и спиновые, так? Вот. И ясно, если я переставляю местами частицы, да, то я их переставляю со всеми их координатами и пространственными, спиновыми. Ну, если не говорено, другое. Итак, это все равняется Psi, Y, Y. Ну, то есть, все остальное ничего не меняется, а вот и Y, 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 Y. Представляю местами. Оператор перестановки, парной перестановки, конечно, можно вести перестановки более сложные, там тройные, четверные, пятерные, бесстерные и так далее. Но вы знаете, что любую перестановку в системе N частиц можно выразить через парные перестановки. Более того, вы знаете, что все перестановки делятся на четные перестановки и нечетные перестановки. Если перестановку в системе N частиц вы представляете через произведение четного числа парных, то эту перестановку вы называете четной. если перестановка представляется виде произведения нечетного числа парня эту перестановку вы называете нечетное для нас это будет важно есть реальная перестановка тождественная перестановка . ничего не переставляете да это будет черный перестанов потому что она выражается через п и й нулевой степени или кстати вы можете просто придет на то есть пойдет в квадрате тоже будет аж если перестанут так вот для нас важно то что оператор гаммитона не меняется при любой перестановки в системе частиц это понятно в общем если здесь и частицы одинаково посмотрите на гаммитриан конечно это аддитивная часть а здесь как годы переставляете у вас сумма все равно останется той же самой как я могу записать вот это свойство свойство неизменяемости оператора гамментона при перестановке ну в карту механика только лиграмма не причина то что писаем мы говорим о инвариантности оператора гаммитона относительно перестановок частиц ну а это означает условие коммутации оператора гармитона с оператором перестановки и так я могу записать условие коммутации пират органиплона с оператором куда я буду по-прежнему качестве примера рассмотреть пару перестановку но поспором и сколько любая перестановка через пару может быть записано то все мои результаты можно будет обобщить на случай любой перестановки и так hp и и коммутатор равняется нулю вот это и есть условие инвариантности оператора гаммитона относительно перестановки любой причем перестановки хотя здесь повторяю взял только коммутацию с парами но поскольку любая перестановка выражается через парами то это же можно записать для любой перестановки п откуда-то следует ну я напомню что условие я пишу так аж 3 равняется п аж минус первое вот новый гаммитония после преобразовать после перестановки но если он совпадает со старым так то я получаю условия коммутации миссии то до множки справа на п вы получите п ажами с hp это условие коммутации вот она записана частном случае пары перестановки но мы с вами сговорились время что если у нас оператор коммутирует с гаммитонианом то ему можно поставить соответствие сохраняющуюся физическую причину вот это очень важный важный вывод если оператор коммутирует с гаммитонианом ну правда мы там добавляли и армитовый оператор оператор перестановки эрмитов это легко доказывается кстати обратный оператор совпадает с самим оператором так ничего ли равно представлять 31 или 13 значит если оператор гаммитона коммутирует с оператором п значит с этим оператором можно связать некую сохраняющуюся величину вот эти посмотрим что это за величина будет для этого надо хотя бы простейшие свойства оператора перестановки рассмотреть давайте это сделаем и так я возьму поскольку сколько ведь у меня оператор перестановки пара действует только на координаты двух частей то я могу взять просто волновую функцию которая зависит от координат двух именно частиц тогда смотрите что получится в 12 все 12 здесь я пишу 1 и 2 это координаты причем пространственный скидовый все координаты первой частицы все координаты второй частиц в результате действия оператора перестановки я получаю все 21 то есть переставляю координаты местами давайте рассмотрим собственные функции оператора перестановки кстати вспомним что если у вас оператор если у вас два оператора то у них может быть выбрана одна и та же система собственной функции то очень важно давайте выберем функции пси так чтобы они были одновременно собственные функции оператора гаминтона и оператора перестановки и операторы перестановки но что это означает пусть у для функции пси 1 2 будет собственный для оператора п 1 2 тогда я этот результат запишу так лямбда на пси 1 2 ну то есть оператор действия на свою собственную функцию почему эта функция еще и будет собственно для оператора гаминтона дает собственное значение и ту же самую функцию теперь обратите внимание подействуйте еще раз оператора перестановки еще раз оператором перестановки что вы получите ну вот здесь вот он будет все 12 вывернет все обратно естественно да а здесь что будет лямбда снова п 1 2 на пси 1 2 но это снова лямбда на пси 1 2 вот и отсюда вы получаете очень простое выражение для лямбда лямбда квадрат должно равняться единички еще раз повторяю действие еще раз оператором п 1 2 вы получаете здесь все 12 и это будет равно лямбда на п 1 2 пси 1 2 то есть снова лямбда на то же самое то есть лямбда квадрат это означает что лямбда равняется плюс минус единица кстати обратите внимание что здесь нет лямбда по модулю в квадрате а лямбда квадрате просто если бы лямбда по модулю в квадрате было то тогда мы получили решение бедве да есть степени и фи дефиль был было бы да кстати обратите внимание что вот эти два значения лямбда плюс минус единица ему соответствует тому что фи равно либо 0 либо пик да если вот такой в общем виде писать е в степени и фи кстати забегая вперед я бы сказал так что знаете вот где-то лет 20 20 назад умники такие теоретики ну есть такие совсем совсем у меня такого одного знаю нижнем новгороде его саша он где-то вот вначале но чтобы на 20 лет назад в начале 90-х годов предложил вести вот как раз в этом согрешении ввести не плюс минус единичка для для лямбда а те в степени и фи и фи в принципе любым будет но забегая вперед я скажу что лямбда равная плюс единица мы будем связывать с позорами а лямбда равная минус единица с фермионами но если не то ни другое а нечто такое более общие в степени и фи тут бозон там фермион а между ними что и не он и не он это правда него было изобретение но тем не менее у нас в россии именно он прославился тем что он ввел понятие в адионах и развил и не он ну и теорию в частности сверхпроводимости и они он ну а от английского и не он и не он то есть вот оказывается вместо позорной фермиона привычных нам более-менее на можно еще и ввести такую странную частицу я слушаю это как вы виде ниже очень тесно связано со статистикой со статистикой квантовой статистикой можно говорить о позорной статистике 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 вот такой статистике ну это я немножко перёд забежал и так мы получаем два возможные значения чем они отличаются ну не сильно смотрите в 12 действия на функцию пси 12 дает если то же самое лябда плюс единица дает пси 12 означает что функция волновая пси симметричная относительно перестановки частиц то мы обобщаем это на случай системе и тогда говорим что при лямбда плюс единицы мы имеем дело с функциями симметричными относительно перестановки любые двух частиц любых ну и наконец если итак такие функции я буду обозначать все симметричны вот так вот сип с пиз у а если у меня 12 на кси 12 будет равняться к минус все 112 я вижу что эта функция будет антисимметрично по отношению перестановки частиц антисимметрично такие функции будут означать все а антисимметричная функция так вот какой закон сохранения связан все-таки с условием инвариантности оператора гаммита относительно перестановок когда вопрос возникает какой закон сохранения какой величины то вот видите вы с оператором перестановки связали тип тип волновые функции это либо симметричны функции напишите обычные функции закон сохранение по закон сохранения перестановочной симметрии закон сохранения перестановочки и формулировать очень просто без этого сохранения 자신не возможность во времени давайте мы с вами договорились что если у система начальный момент описывалась симметричными по отношению к перестановке любых двух частиц функциями то она и в любой другой момент времени будет описываться симметричными функциями тем не менее это может принципиально важный тип перестановочной симметрии будет сохраняться ну то же самое если у вас система частиц описывалась в начальный момент времени антисимметричными по отношению к перестановке частиц функциями то и в другой момент времени наконец вернемся по зонам и фермера частицы которые в системе описываются симметричными функциями то есть название пазонов а частицы которые в системе описываются антисимметричными функциями носит название фермера позоров и фермера вы видите если вернуться к неонике так то тогда получится что вот для неонов ни то ни любое вот просто при перестановке частиц у вас холодовая функция будет фазу меня фазу меня не просто там знак плюс или нет фазу и так бозоны фермеры бозоны повторяю в системе описываются симметричными подложения перестановки любых двух частиц функциями фермеры антисимметричными бозоны и фермеры наконец ведем операторы которые позволяют строить такие функции симметричные или антисимметричные но когда говорится так что какая-то функция в системе многих частиц до писать теперь вы имеете какую-то функцию скажем в системе 3 50 50 или там миллиона частиц эта функция не обязательно если вы забудете про перестановки она не обязательно будет 7 тысячами эти 7000 ведь мы когда говорим о том что для оператора гаммингтон и операторы перестановки могут быть выбраны одинаковые собственные функции обратим внимание на слову могут быть что-то сочи и женщине оператора аж мы можем выбрать и не симметричным или там антисимметрично функцию не обладающие определенным типом перестановочной симметрии но чтобы быть аккуратными мы должны тем не менее симметризовать такие функции либо антисим marginalized и при этом еще мы не должны нарушить главные свойства удалactic собственно функциями про то есть перед нами стоит задача симмеризации антисиметризации без нарушения основному свойства таких функций полна вы то есть свойства быть собственной функция х ROBERT GOMMTINE Эта процедура симпortem описания антисимпризацииworld點 elements с помощью операторов. Их можно назвать симметризатор, антисимметризатор. Итак, оператор симметризации P, вернее я его просто обозначу S, но, к сожалению, так же, как спин, только здесь без стрелки, конечно. S от слова симметризация. Symmetralization. Так, оператор S. Вот мы его как запишем. Сумма по K. Дальше P, K. Ну и все. Здесь вот я напишу N факториал. Это просто сумма N факториал перестановок всех разных перестановок в системе N частиц. Их всего N факториал. Оператор симметризации. Оператор антисимметризации. То есть тот оператор, с помощью которого мы можем антисимметрализовать функции в системе N частиц, сумма по K, то есть по всем перестановкам, тоже N факториал, но только эти перестановки берутся со своей фазой. То есть, если здесь, в операторе симметризации, все перестановки входят со знаком плюс, то в операторе антисимметризации четная перестановка войдет с плюсом, нечетная, войдет с минусом. Значит, FK равняется 0 или 2, ну, лучше давайте так напишем, минус единица в степени FK равняется плюс-минус единица, ну, соответственно, для четных и нечетных перестановок. Это легко проверяется. Ну, вот я давайте просто проверю с оператором S. Возьмем функцию PSI, которую я напишу так, несимметризованная функция. Несимметризованная функция. И подействуем на нее оператором симметризации. Я утверждаю, что мы в результате получим функцию симметризованную. Проверим. Действуем на эту функцию оператором P. Она не должна измениться. Итак, P, ну, скажем, и J. Дальше я пишу S. PSI N S равняется. Ну, а дальше просто пишу S в Си N S. То есть равняется в Си N S. Почему? А дело в том, что произведение перестановки на оператор S, который представляет собой сумму всех возможных перестановок, это тот же самый оператор S. Тот же самый оператор S. Ну, проверьте. Просто произ... Повторяю. Произведение перестановки на любую другую перестановку, это тоже перестановка. То есть фактически у вас вот эта же сумма здесь появится, только в другом порядке. Ну, возьмите N равно 2. Две всего перестановки. Дождественные, единичка, да? и парные прединварки. Подействуйте на оператор симметризации для двух частиц. Вот он как выглядит, да? Подействуйте оператором P снова. Вы получите P плюс единица. То есть просто в другом порядке у вас тот же оператор будет. Это очень важно. А вот для оператора антисимметризации ситуация другая. Можете поверить. P и Ё на А это минус А. Тогда как P и Ё на С это С. Вот как определяются легко очень свойства этих операторов. Дело в том, что умножение каждого слагаемого на барную перестановку меняет фазу. Просто на обратную, да? Если здесь была четная перестановка, она входила с плюсом, умножение ее на нечеркную барную сделает ее нечеркной. Но нечеркная должна с минусом войти. И наоборот. Если я здесь возьму нечеркную перестановку, ее умножение на барную даст черкную перестановку. То есть фактически P на А с точностью до обратного знака совпадается А. И вот эти свойства простые позволяют вам процедуру симметризации выполнять с помощью вот этого операции. А? Ему вопрос. Да. То есть у нас минус единица в степени ка нельзя было просто взять минус единица в степени ка. А ка-то что? Чему равно? Какая разница? У нас же минус единица в степени ка это же минус единица в степени ка голову беремороще, да? Ну как же? К-то что такое у вас? К меняется один, два, три, четыре, пять до инфарктериала. Такие минус единицы будет соответственно давать плюс минус единица в степени ка-то. Какой к, да? Да. Какая разница пика или ка? Разница очень большая. Вот у вас n-фарктериала пересновок. Вы их можете пронумеровать как угодно. Вот как угодно пронумеруйте. Вы, конечно, их можете пронумеровать так, чтобы четные и нечетные были связаны именно с какими-то значениями ка. Ну это же не безэк, или другой человек. Вы начали считать первая пересновка единичка, да? Как? Вторая двойка и так далее. А другой придет, скажет, ну нет, я с нуля начну считать. Нет, это, конечно, более общая запись просто, да? Пожалуйста, варианты другие. Можете здесь вообще написать плюс-минус вот так вот, плюс-минус и все. И словами добавить. Челкнуть с плюсом, нечелкнуть с минусом. Собственно, то же, что я и сделал. А так, как вы говорите, вообще говоря, нельзя. Даже в пятой школе.